один раз мы ночью делали работу встретили дворника который нам прямым текстом сказал что ну ребят я это закрашу ну вот с утра приду и закрашу он понял что конкретно мы делаем и он нам помог он нам там понадобился табурет он принес нам откуда-то табурет в общем по морям стал помогать дворник то есть было еще не очень мило арт-группу явь из петербурга проверят на пропаганду гомосексуализма газета комсомольская правда участников арт-группы явь задержали когда они рисовали граффити интернет-портал village петербурге освободили задержанных за граффити участников арт-группы явь издание афиши daily как явь стала одной из самых известных арт-групп страны журнал собака ру и сразу настроение вот этого вот какого-то экстрима страха шугания по сторонам сменилась на кое-то наоборот очень ламповую добрую такую вот атмосферу когда ты чувствуешь будто бы вот этот хозяин этого двора он вместе с тобой сейчас стоит то что мы делаем это реакция на события реакция на то время в котором мы живем но с каждой работой пытаемся уходить в сторону метафоричного высказывания потому что грубо говоря мы ставим палки в колеса тем кто захочет наши работы разбирать и искать в них что-то потому что явно руки у кого-нибудь зачешутся что-то поискать а так будет сложнее но вообще и я и настя мы бы не делали политических работ если бы была возможность но мы живем в таком мире в такой стране что по-другому никак ты уехала из россии почему не было никакого преследования в россии ну как были инциденты были инциденты даже которых я пока не хочу рассказывать вот то есть ко мне как лидеру яви как основателю яви как человек который оплачивает все работы яви то есть все расходные материалы какие-то там такси привезти отвезти вещи актеров накормить вот это все краска это полностью оплачиваю я и конечно ко мне повышенное внимание со стороны правоохранительных органов есть если ввести в поисковике запрос тени хиросимы то как раз таки там будут фотографии таких теней которые остались на стенах домов и мы решили сделать похожие тени только в антураже питера и как-то обозначить волнение и страхи людей которые здесь живут если кто-то вознамерится вмешаться в происходящее событие со стороны то они должны знать да и будут создавать для россии неприемлемые для нас угрозы стратегического характера они должны знать что наш ответ на встречные удары будут молниеносы россия одна из ведущих ядерных держав по некоторым компонентам по современности даже многих обережает победителей не будет на самом деле работа с тенями это лишь половина работы потому что вторая часть это именно работа с актерами и конечный продукт будет видео здесь нас два слоя смысла в первый слой это про ядерную войну второй слой в принципе про людей которые ушли которые покинули страну и уже уехали которые здесь не осталось и осталась пустота остались только тени это именно антивоенная работа а а а Мои родители как раз таки по другую сторону баррикады, но мы с ними договорились, что мы просто не обсуждаем эту тему, они знают, чем я занимаюсь, знают мою позицию, я знаю их позицию, и мы просто не говорим об этом, чтобы не ссориться. Старшее поколение, там бабушки, они понятно не понимают, что я делаю, папа он тоже не понимает, ну то есть не в смысле, что они не принимают, они просто не понимают, ну я как-то не ставлю себе целью им что-то там донести, потому что ну зачем, не беспокоиться, переживать, просто знать, что Настя там что-то рисует, у нее получается, Настя молодец. Раньше было так, что если ты художник, ты должен работать с вечными темами, а политика это дело грязное. В итоге у нас выросло общество, которое аполитичное, в это не лезет, потому что это грязь, и просто не появилось действительно толковых молодых ребят, которые бы попытались проникнуть в систему и как-то ее поменять. Просто не выросло это поколение. И сейчас я понимаю, насколько выгодно это было, что это поколение не выросло, ну естественно не нам выгодно. Осенью 21 года, там не совсем не так трактовали, там наложили дополнительный смысл, мы нарисовали чиновника, который блюет радугой, называли работу Ргот, это был собирательный образ, как бы серый чиновник блюет радугой, то есть всем хорошим. Там даже мы специально нарисовали семь цветов радуги, чтобы это КГБТ никак нельзя было притянуть, как все время пытаются всякие Милоновы. И люди, и подписчики, и журналисты, и самая такая неприятная полиция, и следственный комитет, они решили, что это Путин. Вот, и, ну это был не Путин. Мы рисовали вообще там с моего друга эту работу, но вот люди так увидели, и мне приходилось там во многих интервью объяснять, что это не Путин, и объяснять, что я так говорю не потому, что мы испугались, но потому, что мы бы не стали его так рисовать. Мы бы, если его будем рисовать, то совсем по-другому, и не так, в общем. А если бы рисовали Путина, то как рисовали бы Путина? Вот если бы мы могли ответить на этот вопрос, мы бы уже нарисовали. У нас на данный момент в группе два человека. Я и Анастасия Лунычкина, которые в данный момент не в городе. И в чем успех нашего дуэта? В том, что я художник, а Настя по образованию юрист. Поэтому все, что мы делаем, мы делаем очень аккуратно, всегда все перепроверяя. То есть нужно в первую очередь думать о том, чтобы очевидную статью 214 УК Уголовного кодекса вандализм никак нельзя было подтянуть. Что, в принципе, можно делать, максимально себя обезопасить и при этом пытаться побороть вот это ощущение внутреннего бессилия. Самые простые вещи, которые мы можем сделать в городе, это найти какое-нибудь здание, которое не имеет культурной и исторической ценности. Оно заброшено, оно никому не нужно. Если вам страшно выходить и что-то делать, рисовать там, где вы думаете, что вас быстро возьмут, вы можете поискать вот такие дома. Потому что даже когда вы выставите в соцсетях картинку, что вы что-то нарисовали, будет очень сложно найти этот рисунок и закрасить. Вообще можно делать наклейки. Мы делали работу «Свободы слова» про постоянную, прямоментную уже блокировку всех независимых семей в России. Это была наклейка, причем, опять же, я специально нашла стену, которая уже была заклеена незаконными афишами. То есть мы даже свою работу не к стене приклеили, а к этим афишам. То есть, например, статью «Вандолизм» Уголовного кодекса здесь вообще никак. То есть на нас ее никак не повесить. Наш клей, он даже стены не касался, а был подприклеен поверх других афиш, которые незаконны, их можно портить. Что вы успели сделать? Белую полоску строку поиска и «Г», «ОО», «Л» и еще одну «Г», «А» не успели сделать. Ну, то есть, буквально мы там 10 минут простояли и все. Как с вами обращались сотрудники полиции? Ну, попугали, конечно, сначала. Но это было больше рассчитано на людей, которые не знают свои права и немножко не чувствуют себя не в своей тарелке, в отделении, не знают, как себя вести. Пугали тем, что могут трактовать нашу работу как политическую в том плане, чтобы это разработало по новейшим законам. То есть, понятно, хулиганство. Я не был против статьи по мелкому хулиганству. Я это принимаю, я с этим согласен, ради бога. А все остальное, я считаю, там ничего нет. Отразилось ли произошедшее на твоем решении оставаться в России? Нет, я все еще хочу оставаться здесь. Оно отразилось на каких-то, может быть, моих глубинных мыслительных процессах, но эти процессы пока не завершились. Но я точно не хочу уезжать. Я как бы и все больше думаю о том, что я буду полезнее здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова